Витископ Та награда, которую дали в этом сезоне Арси Бьюфорду, а именно лучшему генеральному менеджеру, лично у меня вызывает определенные вопросы. За весь период его работы со Spurs в качестве генерального менеджера, а это 12 лет, то как минимум на одну такую награду он наработал. Spurs 16 сезонов подряд, ну 12 с ним, 4 без него, проводят с более чем 50 победами в сезоне. Это рекорд NBA. В те сезоны, когда были выбраны Ману Джинобили под 58 номером, Тони Паркер под 28 номером на драфте, даже тогда он эту награду не получил. Почему именно сейчас? Клуб взял Марко Белинелли, того итальянца, которого научил осмысленным действиям Том Тибетта в Чикаго и продолжил его учить Грег Попович. Еще его действия. Он дал два довольно неоднозначных контракта. Вот писал Spurs контракт с Ману Джинобили, очередной контракт с Ману Джинобили на такую сумму, что вызвало в принципе у многих любителей баскетбола вопросы. Не сильно ли много будет получать Ману Джинобили в связи с тем, что его игра становится слабее, по мнению многих специалистов, что он уже не играет такую важную роль в построениях Spurs. И второй контракт Тиаго Сплиттера, который тоже вызвал достаточно много вопросов и сомнений относительно того, что он заслуживает эти деньги. Я считаю, что больше Лиги, наверное, не увидела более достойного кандидата, который именно на 100% заслужил эту награду. Все-таки я склоняюсь к тому, что это какая-то выслуга лет, наверное, бьюфорду. Хотя игра Сан-Антонио победой в регулярном чемпионате в любом случае имела не второстепенное значение при определении лучшего генерального менеджера. Витископ. Спортивное видео.